Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина в этом выпуске. И от вопросов земных до космических глава Чувашия Михаил Игнатьев провел совещание с правительством республики. Служу Отечеству. Общественный и государственный деятель Чувашия Петр Ивантаев отмечает юбилей. Наша Таня Татьяна Кивова стала лучшей среди россиянок на этапе Кубка мира по биатлону. Идея строительства планетария в Чебоксарском детском парке имени Андриана Николаева обрела конкретные сроки. Глава Чувашии подписал указ о том, что новое образовательно-культурное учреждение должно открыться в 2018 году. Кроме того, подписан указ о праздновании в 2017 году 55-летия полета в космос Андриана Николаева. Какие еще вопросы обсудили на традиционном совещании главы и правительства республики в нашем сюжете. Глава Чувашии рассказал об итогах поездки в Японию в составе представительной российской делегации. В частности, достигнута договоренность о визите директора представительства компании «Хитача» в Чувашию. Кроме того, в ходе визита обсуждались возможности реализации в Чувашии проектов по строительству крупных тепличных комплексов. Михаил Игнатьев отметил создание благоприятной среды для инвесторов – одна из важнейших задач органов власти. Об итогах социально-экономического развития за 11 месяцев отчиталось Минэкономразвитие. Объем промышленного производства у нас в ноябре показал лучший даже результат, чем в октябре месяцев. Увеличился индекс промышленного производства, составил 108,9%. В обработке это 9,4%. В рублях это 164 миллиарда или темпы роста 12,8%. Также увеличивается и производительность труда в республике. Сегодня этот темп рост был почти 19%. 1 миллион 800 рублей на человека приходит сегодня. В том числе есть предприятия-лидеры – это Дюпон, Химпром, Брейсфорд, Перкарбонат, ШССА, у которых свыше 5 миллионов на одного человека. Количество прибыльных организаций выше 75%. Причем сумма полученной прибыли выше уровня логичного периода на 34%. В целом ситуация в экономике позволяет надеяться на хорошие показатели и погоду в целом. Глава Чувашии застрял внимание корректно актуальных вопросах. Это содержание, уборка дорог федерального, республиканского и межмуниципального значения, безаварийная работа всех коммунальных систем. Просьба отследить температурный режим, все остальное и так далее. У нас были аварии, когда 30-ти градусные морозы были, где там несогласованные действия были, коммунальные технологии, котельные, операторы и так далее. Подавление не имеется в виду. Казая сейчас песчаной-соленой смеси, есть реагенты, есть специалисты, есть мастера, есть наука, есть лаборатория. Какой реагент, под какой температурный режим нужно готовить? Михаил Игнатьев потребовал от Минтранса и Минстроя строго контролировать ситуацию и быть готовыми к незамедлительным мерам, если такие потребуются. На совещании обсудили и трагедию в Иркутске, где количество погибших от отравления лосьоном превысило 40 человек. Глава Чувашии попросил приостановить реализацию спиртосодержащих настоек во всех торговых точках республики. Напомним, на прошлой неделе депутаты госсовета Чувашии обратились к правительству страны с просьбой вести акцизы на спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию, а также обязать декларировать объемы производства и оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов. Новые контакты на высшем уровне. Сегодня глава Чувашии встретился с известными деятелями культуры и предпринимателями Германии. Зарубежные гости приехали в республику на несколько часов, чтобы обсудить дальнейшие планы. О каких проектах идет речь, узнает мой коллега Дмитрий Ковалев. Большинству Ханса и Ахим Фрай известен как режиссер оперных постановок. Причем чаще всего свои работы он представляет россиянам. На протяжении двух лет Ханса и Ахим являются советником директора Большого театра и куратором строительства фестивального центра Сочи. Республике режиссер предлагает организовать международный фестиваль оперной музыки, на который приедут и представители немецкого бизнеса. Экономика через культуру – это новый формат диалога, говорит гости за рубежом. На большом культурном мероприятии через эмоции, передаваемые культурой, бизнес придет в регион. Мы профессионально подготовим это мероприятие, чтобы поговорить о вложении инвестиций. Я работаю и живу в Дрездене. В этом городе много друзей России, много предпринимателей, которые хотели бы работать в России. Планируют организовать и встречу предпринимателей двух стран. Предварительная дата назначена на август. Моя команда по компетенции готова создать благоприятную среду для нахождения в Республике. Сотрудничество с Республикой готов наладить и член Ассоциации европейского бизнеса в России Борис Таваколе. Я знаю, что в Республике много делается для привлечения инвестиций. Я буду рад реализовывать проекты здесь. От разговоров перешли сразу к делу. Представители немецкой делегации подписали соглашение с Корпорацией развития Республики. Чувашскую делегацию уже ждут в Дрездене. В феврале там пройдет масштабный культурный фестиваль. В его рамках зарубежным партнерам представят инвестиционный потенциал Чувашия. Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин. Республика. Сегодня на свое очередное заседание собрались члены комиссии по противодействию коррупции. Его провел вице-премьер, руководитель администрации главы Республики Юрий Васильев. Главный вопрос в повестке дня, насколько эффективны меры, которые сейчас предпринимаются для борьбы с коррупцией. Методика работы уже выстроена. Проводятся семинары для унитарных предприятий. Формируются реестры закупок. Кроме того, в исполнении поручения главы Республики мы ежемесячно на официальных сайтах как нашего министерства, так и министерства образования публикуем фактически цены, сформированные по итогам закупок у образовательных учреждений по социально значимым продуктам питания. Мы там знаем, что у нас были факты завышения цены. Сегодня мы введем прозрачный реестр всех закупок, которые проводят у нас муниципальные и государственные заказчики в сфере социально значимых продуктам питания. По итогам 2015 года Республика заняла четвертое место в органах среди Российской Федерации по эффективности региональных закупок. Только за 9 месяцев в сфере закупок товаров и услуг для нужд Республики было проведено более 70 проверок. По их итогам составили список нарушений. Это и завышение цен контрактов, и необоснованный отказ от участия в конкурсе, и предъявление требований под конкретных поставщиков. 16 должностных лиц привлекли к административной ответственности. Они обязаны заплатить штраф на общую сумму в 500 тысяч рублей. Борьба с коррупцией в Республике будет вестись еще жестче. На заседании члены комиссии утвердили план работы на следующий год. Народная примета гласит, встретишь Новый год со старыми долгами, будешь ощущать нехватку средств и в наступающем году. Чтобы этого не случилось, в предпраздничные дни более 600 жителей Республики проверили наличие задолженностей. Массовую акцию организовали судебные приставы Республики. В торговых центрах Чебоксар, Новочебоксарской и Канаша расположились мобильные проверочные пункты, где жители Чувашии могли не только узнать о наличии долгов, но и погасить их. Кроме того, люди консультировались по вопросам исполнения судебных решений и взыскания алиментов со злостных неплательщиков. У ФССП о России по Чувашской Республике напоминает, что погасить задолженность в канун новогодних праздников можно как в службе судебных приставов, так и через платежные терминалы. Его жизнь – яркий пример служения Отечеству своей малой родине, Чувашии и ее народу. Петр Ивантаев – известный в Республике человек, сделавший немало для ее развития. Сегодня он отметил свой юбилей. За плечами Петра Ивантаева, наполненной историческими событиями, разносторонняя интересная трудовая деятельность. В жизненном багаже – богатейший опыт, огромный запас знаний. Всю жизнь он занимал ответственные посты. Начальник управления сельского хозяйства Красночитайского района, инструктора сельхозотдела Чувашского обкома КПСС, начальник научно-производственного объединения Чуваших Мельпром, председатель Чувашского областного совета профсоюзов. Вместе с вами чествуем Петра Васильевича Ивантаева и как государственного деятеля, который очень много сделал для того, чтобы Чувашская республика развивалась, развивалась экономика. Но и рядом с экономикой всегда это социальные вопросы, это повышение качества жизни и чтобы люди жили в мире и согласии. 15 лет назад Петр Ивантаев вышел на пенсию, но сидеть дома без дела не стал. Его будни насыщены. Петр Васильевич – председатель Союза ветеранов агропромышленного комплекса, член коллегии Министерства сельского хозяйства республики. Пишет книги и статьи. В свои 75 лет он полон сил и идей. Почетный гражданин Красночитайского района и деревни Сейспель-Канашского района, Петр Ивантаев сегодня был награжден орденом за заслуги перед Чувашской республикой. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. За минувшие выходные насмерть замерзли трое жителей Чувашии. Двое женщин и мужчина не дошли до дома. По какой причине – пока выясняет следствие. Но уже можно говорить о том, что смерть не носит криминальный характер. В одном из случаев, скорее всего, виноват алкоголь. Мужчина накануне вечером в кафе отмечал свой выход в отпуск. Около двух часов ночи 17 декабря его знакомые на такси довезли его до остановки общественного транспорта, ближе всего расположенной к месту его жительства, где он вышел и направился в сторону дома. Также в тот же день, 17 декабря, утром в неотапливаемых стенях жилого дома жителей деревни Уйкас-Кибеки, Вурнарского района, было обнаружено тело его 60-летней односельчанки. В тот же день, около 22 часов, в городе Чебоксары, на территории парка имени 500-летия Чебоксар, с похожими было обнаружено тело 68-летней местной жительницы. По статистике, в преддверии зимних праздников, случаи обморожения происходят чаще. Алкоголь и мороз – вещи несовместимые. Многие ошибочно полагают, что он поможет согреться. Но эффект обратный – сосуды расширяются, и тепло уходит гораздо быстрее. А вот несколько полезных советов, как уберечь себя и близких от обморожения. Если у вас появились первые признаки, а это покалывание, посинение кожи, то нужно зайти в тепло и ни в коем случае не трогать пораженное место. Не мазать, не растирать, не мыть. Выпить горячий чай и вызвать врача. Если вы увидели на улице человека с признаками обморожения, срочно вызывайте службу спасения по телефону 112. Татьяна Филатова, Республика. Между тем, за выходные в Чебоксарах выпало 10 сантиметров снега. В результате сейчас столицу Республики высота снежного покрова составляет 22 сантиметра. Уже завтра ожидается сильное похолодание. Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до минус 30 градусов. Советуем с утра следить за новостями. Возможно, в начальной школе будут отменены занятия. Вообще, погода на этой неделе будет напоминать качели. В среду будет потепление, а в четверг вновь будет холодно до минус 15-20 градусов. А к выходным вновь потеплеет и может пойти переохлажденный дождь. И к другим новостям. Татьяна Акимова стала лучшей россиянкой по итогам третьего этапа Кубка мира по биатлону, который завершился в воскресенье в чешском новом месте. В спринте Татьяна Акимова одержала первую в карьере победу. Она смогла опередить сильнейших биатлонисток мира. В следующей гонке по сьюте она также смогла подняться на пьедестал. Заняла третье место. В масс-старте Татьяна Акимова вошла в десятку сильнейших по итогам этапа. Спортсменка вошла в первую десятку общего зачета Кубка мира по биатлону. Следующий этап пройдет в немецком Оберхофе с 5 по 8 января 2017 года. И еще о спорте. Два брата, два футболиста и Шумерли стали героями федерального спортивного канала «Матч». Наши коллеги из Шумерлинского телеканала «Новая реальность» встретились с юными фанатами футбола и узнали об их впечатлениях о поездке в Москву навстречу «Спартак ЦСК». Футбол, пожалуй, один из самых массовых и зрелищных видов спорта. Многие болельщики и сами не прочь погонять мяч. Не остаются в стороне и братья Яродаевы. Играем в футбол с братом очень давно. Мы играем в своей деревне. Там очень хорошее поле и там много друзей. Мы всегда собираемся на каникулах играть в футбол. Но как у нас в деревне не так много людей, мы играем 6 на 6. Эти осенние каникулы Юра и Володя запомнят надолго. Ведь им посчастливилось поехать в Москву на игру «Спартак ЦСК». Эта возможность предоставилась им благодаря победе в конкурсе, который проводил один из спортивных каналов. Сначала мы отправили заявку и думали, что невозможно выиграть конкурс среди такого количества участников. Но после того, как узнали, что мы выиграли, и нам позвонили, нас спросили, какой у нас любимый футболист, как давно увлекаемся футболом, за какой клуб болеем. С юными болельщиками «Спартака» в дорогу отправилась и их мама, которая тоже является большой любительницей футбола. А глава семьи, дедушка Юра и Володя, является восьмикратным чемпионом «Чуваши». От поездки в Москву ребята остались в восторге. Ведь не передать ощущение того единства, которое испытываешь, когда вместе с тобой за любимую команду болеют еще тысячи любителей футбола. Да и подобная удача улыбается нечасто. Ребята увидели, что такое настоящий футбол, и оценили тот уровень, к которому мы уже стремимся. Аптечный сервис выходит на новый уровень. Заказать лекарства в интернете и забрать их в ближайшие аптеки быстро и легко. Подробности далее. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». Тратить ли время на поиск таблеток в аптеках или всего за пару кликов приобрести нужные средства, не выходя из дома? Во втором случае вам поможет аптека.ru. Запоминающиеся названия, удобная навигация, простой интерфейс. На сайте аптека.ru представлено более 13 тысяч наименований лекарств. Цены с минимальной наценкой. Компания напрямую сотрудничает с фармпроизводителями. В подлинности препаратов можно не сомневаться. На товары есть необходимые сертификаты. Медикаменты поставляют с 22 региональных складов. Партнера компании более 12 тысяч аптек по всей стране. Из них 162 в Чуваши. Аптека.ru – очень надежный партнер для нашей сети. Всегда качественные лекарственные препараты. В аптеке.ру можно найти очень редкие препараты, которые у нас в нашем городе очень трудно найти. Сотрудничаем мы очень давно и очень довольны и благодарны аптеке.ру. Покупатели очень часто заказывают через аптеку.ру и именно в нашей аптеке. С момента заказа на сайте и до получения препаратов проходит меньше суток. Кстати, все посылки приходят в фирменной упаковке аптека.ру. Пакет полностью запечатан, что исключает риск подмены препаратом. Иногда мы тратим очень много времени, драгоценного своего времени, на поиски лекарств по разным аптекам. Бегаем иногда по всему городу, чтобы найти то, что нам нужно. Аптека.ру в этом плане нас спасает. Нам только нужно зайти на сайт и сделать заказ. Аптекой.ру я начала пользоваться совсем недавно, но очень довольна, потому что заказ приходит очень быстро. В течение дня я могу сделать заказ, на следующее утро уже я получаю нужные мне лекарства. Аптека.ру. Качество, удобство и приемлемая цена. Аптеки доверяют тысячи покупателей. Один клик и вы в их числе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok